Здравствуйте, дорогие друзья! Пурим Самеах. Итак, у нас сегодня самый сильный, самый большой праздник Пурим. Праздник веселья, праздник радости. Если у кого-то нет повода для радости и для веселья, ну, значит, мы в этом виноваты, к сожалению. Написано, что за то, что не служил ты Всевышнему в радости, когда у тебя все было хорошо, у тебя могут быть проблемы потом. Учитывая это, давайте хотя бы сейчас, когда вот в такой ситуации, как есть, надо радоваться. Написано в Кабале, что человек, который радовался в Пурим, будет радоваться весь год. Бог ему пошлет поводы для радости. Написано, что человек, который не был радостный в Пурим, не дай Бог, у него весь год будет такой, знаете. Что нам надо сегодня сделать? Очень простые вещи. Первое, послушать могилу, которую вчера читали и еще раз сегодня будет читать. Это раз. Написано, что большой свет открывается для тех, кто слушает могилу. Второе, надо послать подарки бедным. Сейчас это очень сложно. Обычно посылают подарок равный, ну, какой-то общей трапезе такой, примерно, ну, давайте по-израильски говорить, примерно 50 шекелей. Сейчас это сложно немножко найти человека такой. Идут в синагогу или в интернете из пожертвования для бедных, или заходят в любую синагогу, дают бедным. То есть, обязательно это надо сделать минимум двум, но это можно через вот так, как я сказал, через такие инструменты. Второе, два подарка, хотя бы минимум два подарка, состоящие из двух готовых съестных блюд каким-то друзьям. Это не надо совсем близки, можно чуть дальше, но два подарка, они помогут нам, как бы, на подсознательном уровне устанавливать общность. Третье, это пир. Пир надо выпить. Сложно сказать, некоторые говорят, что надо сильно выпить, некоторые говорят, что просто больше, чем обычно. Ну уж каждый по себе, но выпить обязательно надо. Это тот случай, когда вот, что называется, нужно. Что у нас еще? подарки бедным, члене Магеллот, два подарка друзьям и пурим. Вот это то, что у нас сегодня есть. Все, я очень быстро рассказал вам, чтобы никого не задевать. Что я еще хочу сказать? Написано, что это великий тайный праздник. Яков, это про отец Яков, перерождение его Елиулим, это Мардыхай. Здесь есть связь, и вообще связь развития от народа, от одного человека к народу, здесь тоже заложено. Написано, что Пурим, это большой праздник переворота, что в этот, когда, если хорошо провести Пурим, если радоваться Пурим, если улыбаться Пурим, если читать молитвы в Пурим, то можно перевернуть все, что у тебя не так. Просто перевернуть. Что сегодня обязательно надо сделать? Кто не сделал, может быть, зажгите две свечки. Одну за Мардыхай, одну за Эстер. Написано, они привлекают большой свет к тому, кто это делает. Что еще надо сказать? Ну, обратите внимание вот на такую вещь. Книга Эстер, которую мы будем читать, ней вообще Бог не упоминается ни разу. Ее все случайности. Эстер случайно стала персидской царицей и получила возможность спасти свой народ. Мардыхай случайно узнал о заговоре царедворцев, которые хотели убить царя. Все одно. И вот система управления миром сказана в таких словах. Ахашвирошу не спалось. Бог не переворачивает каждое утро гору и гору, там, или море и море. Он просто делает так, что кому-то что-то, какому-то царю, какому-то, там, не знаю, приходит в голову что-то. И вот эту мысль он потом осуществляет, думая, что он сам ее придумал. На самом деле эта система управления миром. Ахашвирошу не спалось. Сегодня мы все видим, что, к сожалению, не все так хорошо, как нам кажется. Но мы должны понять, что вот эта случайность, которую нес Олег, вот эта случайность, которую нам пытается внести в голову антитеза Пурима, она не работает. Ничего не случайно. Если сегодня что-то не так, значит, ростки этого неприятности заложены в будущем. Я хочу сегодня пожелать одного. Можно рассказывать много о том, что мы могли сделать. Можно рассказать о том, что мы можем сделать. Но надо сказать другое. Есть у нас сегодня, сегодняшний день. Вот сегодня надо правильно отпраздновать. Вот сегодня надо улыбаться. Вот сегодня, вот не смотри. Знаете, песня была. Сегодня, сейчас мы будем улыбаться, даже если не можем улыбаться. И вот тогда мы сможем победить. Потому что если Бог сказал, что в этот день надо радоваться и веселиться, Мы обязаны это делать. Хотим мы или не хотим. Брахавы от слаха. Пурим с АМЭХ и все будет хорошо. Это праздник переворота. Мы можем это перевернуть. Мы можем вернуть в миру то настоящее состояние, которое мы испортили. Но для этого надо сегодня выпить. Брахавы от слаха.